Да, привет, друзья, привет. Вот я его сейчас считаю, вот было же мое выступление такое, и там было написано про хлопок одной ладоши. Ну, такие изумительные ответы, такие комментарии. Спасибо, друзья. Я почему специально сел сейчас перед вами, потому что, во-первых, я всегда говорю свой афоризм, мы не живем в головах друг у друга, да. Я полагаю, что все должны писать понятно, о чем они спрашивают, и вдруг я сам понимаю, что я вот по дурости, или почему, я не понимаю, но сам, видимо, недообъяснил, о чем я говорил. Я имел в виду хлопок одной ладоши, но там мне пишут комментарии, да что тут трудно, что ли, взял по столу слуху. Ну, не об этом же речь идет. Неужели я так тупо объяснил, а? Вот это мне интересно. Ну, давайте я еще раз объясню. А в том скажу, зачем я сегодня выступаю. Значит, хлопок одной ладошью, ну, ладошкой, или как это сказать, ладонью, или как это сказать правильно, все же так не говорят вообще. Имелось в виду, что, ну, двумя ладошками, вот когда хлопают аплодисменты, да. Имелось в виду, что не ладошкой хлопнуть тебе по лбу, или по затылку. Имелось в виду, вот там мне написали, у нас учитель хлопнул ученика по плечу, одной ладошкой. Ну, молодец. Ну, может быть, я не знаю, но передайте ему привет. Кому передать, да? Ну, учителю передайте, или ученику, я же не знаю, как это было. Мы же не живем головами друг от друга. Это во-первых. Во-вторых, с юмором. Я очень люблю с юмором. Почему? Потому что, вот вы посмотрите, там у нас один из наших участников Школы Чайбудущего Хомофутуруса, Константин Михайлов. Такой молодец! С таким юмором он подал там, сейчас вы увидите, вот увидите. Он видео такое сделал, он мне прислал, я сегодня весь вечер смотрел с любовью, с такой. Как это можно додуматься, такое придумать? Ну, мы же занимаемся изобретательством. Ну, вот он с юмором придумал там, ну, ладно, вы посмотрите, там в школе будет это видео, Константин Михайлов, вы сразу поймете. Когда он будет там выступать и рассказывать, что он такое придумал, что он такое изобрел. Мы же занимаемся в нашей Школе развитием изобретательского мышления. Потому что эта Школа Чайбудущего. Потому что если в будущем люди не будут уметь мыслить самостоятельно, не будут уметь быстро находить неординарные решения, да, как они смогут штурмовать неизвестность, неопределенность, которая каждый раз падает на нас. Причем с такими темпами и ритмами, что надо быстро-быстро соображать. Так вот, насчет ладошек. Почему я об этом говорил вообще? У нас есть такое понятие ключевое состояние. Ну, там как раз и был вопрос один, а что значит, ну, там новичок, наверное, девушка. Она говорит, а что это за ключ? Что за ключевое состояние? Ключевое состояние. Это состояние между сном и бодрствованием. Это состояние, ну, допустим, когда вы проснулись, но не до конца. Когда мысли ваши текут, а внутри ничего не задевает. А потом вспомнили, что сегодня у вас важная встреча. И включились. Вот это уже нормальное состояние. А трансовое состояние, вот это ключевое. Между сном и бодрствованием, в момент переключения. А там еще есть, знаете, какое состояние? Нейтральное, нулевое, когда мыслей вообще никаких нет. Да, когда две половины мозга как бы немножко так разъединились. Ну, условно говоря. Так это важное, ключевое состояние в чем? Оно, во-первых, приятное. Это осознанно управляемый транс. Ключевое состояние. Осознанно управляемый транс. Оно приятное. То есть оно комфортное, такое, внутри какая-то появляется безмятежность. И это очень полезное состояние, во-первых, и для отдыха, чтобы мозг отдохнул и восстановился. Чтобы миллиарды клеточек мозга в этот момент накопили запас питательных веществ. Чтоб кислород лучше туда поступал в клеточки мозга. Обмен веществ организма улучшался. Это очень полезное состояние. И вот хлопок одной ладошкой. Представить мысленно. У нас же шаблон есть, шаблон, что надо обязательно двумя. Ну, аплодисменты как делать? Вот так. То есть хлопать ладошками. А это разрыв шаблона. То есть там было предложено разорвать шаблон. Вообразить себе то, чего не может быть. А для чего? Потому что, когда ты пытаешься найти решение, как же это может быть? Ты развиваешь креативные способности своего мозга. Ты развиваешь свою личность. И одновременно с этим, когда ты разрываешь шаблон, то есть ты ищешь и нашел, и там в транс вошел, а в трансе можешь это себе представить. Потому что там мысли не сопровождаются эмоциями. А эмоции это что такое? Это упакованные короткие отношения. Отношения, ваши отношения к чему-то. Эмоции. Это оценки. А там нету. А там, поскольку там нету, ты там можешь представить что угодно. И хлопок одной ладошки, ладошкой. И хлопок тремя ладошками. Потому что тебе пофигу, сколько там чего. Поэтому ты все можешь представить. Да, когда оценки есть, тогда тебе не пофигу. Поэтому в обычном состоянии человек, даже вот есть такое понятие внутренний диалог. Вот ты успокоился, а все равно мысли текут, текут, текут. Это ты с кем-то разговариваешь. Ты же общественное существо, социальное. И поэтому, когда ты спокойно, вот эта мысленная жвачка, она тебе не дает до конца успокоиться. Это еще не ноль. Это вот такое успокоение. И ты в этом состоянии находишься, и мысли текут, 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 и ты никак не можешь от них освободиться. А это ты там внутренне с кем-то разговариваешь, как социальное существо. Просто весь этот социум, это общество и так далее, они сейчас у тебя там в подсознании. И ты там с кем-то разговариваешь, вспоминаешь какой-то случай, какое-то переживание, кому-то что-то доказываешь, выступаешь где-то, кого-то о чем-то спрашиваешь. Там в голове у тебя все эти персонажи. Но если ты глубже расслабишься, совершенно. Выйдешь на ноль, этот диалог отключается внутренне, и ты в таком состоянии, когда и мысли нет. И вот оказывается, в чем дело. Если ты решал, решал какой-то вопрос, накопил потенциал к поиску его решения, и никак не можешь решить. Ну, например, где я положил ключи? Или, например, как мне завтра хорошо выступить? Или на экзамене, как мне там лучше Олимпиаду выиграть? Ну, мало ли что, или презентацию все. И вот ты думал, думал, и не знаешь, как. И ты в смятении. Вот если ты выйдешь на обнуление, вот этот вопрос, имея в виду, переживая его, потом раз, научившись по методике, ключ, это мы учим из ролика в ролик, мы даем материалы, просматривайте. У нас там в этой ленте очень много, там бесплатный литбез, там и вебинары тематические, там очень много. И вот вопрос. И ты вышел по технике ключа в это состояние, обнулился, и не мешаешь этим внутренним диалогам, поверхностные какие-то оценки, мнения, с кем ты там разговариваешь, он исчез, ты в нуле, и там уже ты не препятствуешь творчеству всех нейросетей мозга, всего твоего существа найти решение. Потому что пока у тебя внутренний диалог, а тем, пока ты в обычном состоянии, ты весьма сомневаешься, получится, не получится, ты перебираешь варианты, а там тебе ничего не мешает. И там свобода творчества, где подключается к решению твоей задачи опыт всех предшествующих поколений, которые у тебя в генетике. Ну, я говорю условно, условно. Ну, понятно, да? Если не понятно, вы мне там пишите комментарии. Чем больше вопросов напишите, видите, я из-за этого сижу с вами разговариваю. А юмор это хорошо. С юмором-то хорошо. Да. Очень хорошо. И юмор. И юмор вообще украшает беседу. Очень хорошо, друзья. Скоро у нас вебинар. Что я хотел сказать? По этому поводу тоже. Мы написали профилактика панических атак, страх, страхов ошибки, страхов экзамена, страхов выступления. Профилактика. Ну, пошли вопросы. А как можно, если уже есть паника? Ну, конечно, там на вебинаре на этот вопрос и не только расскажем, покажем. Конечно. Ну, в принципе, мы же не клиника, мы же не лечим болезни. Мы занимаемся обучением, навыком управления своим состоянием. Навыком управления нервно-психическим напряжением. Это очень важно, потому что чем выше напряжение, вот смотрите, обычное состояние, напряжение чуть поднялось выше, чем норма, да, ну, как градусник. Температура поднялась точно так же, поднимается выше нормы, да. Уже мысли начинают суета мыслей. Выше напряжение тревожность. Еще выше напряжение это страх. Еще выше напряжение это паника. Еще выше напряжение бах, это уже депрессия. Понимаете, как интересно устроено, да? Я вам все там расскажу, покажу. Там все выйдут. Мы же там в вебинарной комнате дадим номер зума. Все подготовьтесь, чтобы можно было выходить. Там будет номер зума. Вы спокойно выйдете. И все будете у меня на обозрении. Ну, мы же так и делаем. И там мне кто-то задает вопрос, который вас волнует. Я начинаю отвечать. И все видят ответ. Да. Да. И потом человек говорит, а у меня вот это не получается. Например, левитация рук не получается. Или еще что-то, что вызывает ключевое состояние. Я все и начал. Ну, и вот, конечно, волнует, почему не получается. Потому что, он знает, если он сделает ключевой стресс-тест, или другие упражнения, там есть, все покажем и расскажем. Вот. Ну, конечно, он выйдет в ключевое состояние, снимет стресс, снимет страх, панику, все снимет и начнет восстанавливаться. это же обладает таким могучим восстановительным эффектом. Все, что было нарушено, вплоть до того, что человек порезал там руку, быстрее заживает несколько раз. Да. Ну, это очень серьезно. Это очень серьезно. Многие болячки от вас просто отвалятся. Ну, вот вы видите. Так вот. А решения такие будут приходить по решению этих ваших сложных вопросов. Сейчас очень сложные вопросы. Сейчас мы же понимаем, да, сейчас в таком положении, да, и весь мир в таком положении. Неопределенность, ну, как будет завтра, окно в будущее, никто не знает. И в этой неопределенности вот эту энергию напряжения я вас научу перенаправлять на решение текущих ваших вопросов. Это очень интересно, и вы этому научитесь. Поэтому научитесь, и это будет шикарно. Откройте свои способности, о которых даже не подозревали. Это все в этом вебинаре, да, как проводить профилактику паник, страхов, страха ошибки и других. Ну, и там еще мне кто-то спрашивает, а что такое страх? Ну, конечно, меня иногда это удивляет, но, может быть, человек думает, что мы живем в головах друг у друга, может, что-то для него очевидно, а для других не очевидно. Ну, может быть, он спрашивает, что такое страх, может быть, он хочет уточнить, может, у него есть понятие, что такое страх, а может быть, он имеет в виду, что у него нету страха, он хочет понять, бывает у него страх или нет. Страх у всех бывает. Другое дело в уровне. И третье дело, мешает это тебе жить и работать полноценно. если это начинает как температура, зашкаливает это напряжение, уже мешать думать, мешать спать, мешать жить, мешать любить жизнь, помогать ближним, ну, тогда действительно это страх. А бывает такой страх обычный. Как завтра жить и так далее. Ну, не касающийся нашей такой, знаете, не клиническое состояние, а бытовой страх. Бытовая тревожность. Ну, мама ребенка переживает, что он из школы вовремя не вернулся. Не об этом только страхе, мы говорим о настоящих тоже страхах. Мы все страхи и эти, когда ты не знаешь, как будет, где ребенок, почему его нет. Чтоб ты успокоился и вспомнил. А, она же говорила, чтоб она должна у кого други было зайти. А, что же я раньше не поняла. Я вроде бы помнил и забыл, просто волновалась. Вот, короче говоря, вы там все поймете. Юмор, пожалуйста, давайте, пишите. Кстати говоря, я вам хочу сказать, наша школа, она очень могучая. Чем больше будет комментов и лайков, тем она будет шире. Знаете, почему? Почему это нужно мне? Потому что у меня большой опыт профессиональный оказания помощи людям и в развитии, и в восстановлении, и в раскрытии талантов и способностей, и еще таких возможностей, о которых вы даже не представляете. Большой опыт. Я бы хотел это отдать вам. больше берите и больше делитесь с друзьями, группы там, посылайте свои там, как это называется, ну, лайки здесь, ставьте вопросы, пишите, и подписывайтесь на канал. А группы, друзьям там, посылайте наши видео, давайте советы, пусть больше людей получат пользу. Потому что я человек, только проверенные вещи вам рекомендую, потому что то, что я изобрел, оно все утверждено, рекомендовано, даже в учебнике есть и так далее. это все официально признано. Поэтому, друзья, вперед. А я вам в следующий раз такое расскажу, интересно. А теперь попробуйте, те, которые не поняли, о каком хлопке ладоши идет речь, представить себе это. Потому что, когда вы представляете непредставляемое, вы уже развиваетесь. Уже развиваетесь. Это очень здорово. Попробуйте вот перед сном, например, представить себе этот хлопок одной ладоши. Но не так, как мне говорили, а что такое, я себе взял вот так, постучал. Нет, вот это вот хлопок одной ладоши. Двумя руками, что вы делаете одной рукой. И пока вы будете искать образ, вы его заснете, если кто плохо спал, или выйдете в состояние такого легкого, комфортного состояния трасса, тоже называется ключевое состояние. До встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok